Мультимедийный центр теплоэнергетики. Именно такая экспозиция открылась в центре Иваново. Организован интерактивный музей силами сотрудников компании Т-Плюс. Эта ресурсная организация поставляет свет и тепло, квартиры и владимирцев, и ивановцев, а также жителей еще 14 субъектов нашей страны. Компания уже долгое время является социально ориентированным предприятием. Компания Т-Плюс это не только надежный поставщик тепловой энергии в наши дома, но и важный социальный партнер для жителей города. И масса есть примеров того, что они делают для жителей нашего города, общественных организаций, для экологии. И вот сегодня мы присутствуем на открытии музея теплоэнергетики. Музей теплоэнергетики единственный в России. Здесь простым языком и в игровой форме объясняют сложный технологический процесс производства тепла и энергии. Мультимедийный центр поделен на 14 зон, в которых представлены интерактивные модели и трехмерные инсталляции объектов теплоснабжения. Я очень порадовался, что организаторы этой экспозиции подошли не только с точки зрения веселых картинок, но именно с точки зрения законов физики, техники и тех технических устройств, из которых состоят наши системы теплоснабжения городов. После информационно-интерактивного пространства посетители попадают в панорамный кинотеатр. Здесь рассказывается история появления ресурсов на Земле в формате трехминутного ролика. Красивое и завораживающее зрелище. Далее голограмма энергетика продемонстрирует процесс выработки тепла на ТЭЦ. Также можно узнать, из чего состоит топливо, которое используют на электростанциях. А также, почему в квартирах то жарко, то холодно. Здесь происходит целая игра. Целая игра. В интерактивном музее можно наблюдать и процесс технологических повреждений. Например, что случается, когда на теплосетях происходит авария. Посетители могут проводить эксперименты, ставить опыты. Это неотъемлемая часть теплоэнергетической экспозиции. В целом информативно, познавательно, интересно. Экскурсия длится 30 минут. Вход в интерактивный музей бесплатный. Увлекательно здесь будет и родителю, и ребенку, и даже подросткам. Ребята, которые пришли с родителями, могут поиграть в игру интерактивную «Собери трубу», где наглядно показано, как от тепловой станции водичка распространяется по трубам и далее доходит до наших домов. Это очень крутое место. Это очень современный музей интерактивный. Меня друзья сюда позвали, на самом деле. Это очень крутое место. Музей здесь впервые такой. И в принципе, я не знаю, не видел. Тут есть зона квартиры, которую я только что смотрел. И родители смогут даже проверить свои долги, написав адрес, и увидеть, есть ли у них задолженность, или у них все счета оплачены, кто обслуживает с этой плюсом. Бесплатная выставка будет работать в центре Иваново до 7 июля. Дальше интерактивный музей поедет в Пермь, Пензу и Ульяновск. График посещения групп школьников и студентов расписывается заранее. А с учетом того, что Ивановский энергетический университет является кузницей кадров для энергетики страны, желающих попасть сюда немало. Алексей Дудин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.